Девочки, мальчики и все желающие, посмотрите со мной пещеры, приглашаю. Нас вывезли вот с того Сулакского каньона, вот там водичка. Мы были там. И теперь наш последний пункт, где мы будем, это пещера. Пещера, подвесной мост, что-то там еще. В общем, сейчас подойдем, посмотрим. Посещение стоит 500 рублей для взрослых, 250 рублей для детей. Ну что ж, пойдем посмотрим. Там говорить, горы, это, конечно, всегда красиво. Вот эти горы, они отличаются от кавказских. Я не знаю, может быть, они и есть кавказские, только с какой-то другой стороны. Но вы видите, что они не лесистые, они не покрытые растительностью. Они какие-то просто каменистые и сверху глина. И очень во многих местах они, можно сказать, что бесплодные. Во всяком случае, они так выглядят. Вот здесь, в этом каньоне, так еще зелени побольше. Видите, что здесь зеленые шапки. А вот туда дальше, откуда мы проезжали, я, конечно, старалась вам снять, но вы видели, что это вот просто такие холмы. И растет там какая-то полыня, ну, как у нас в Каградских степях, местами. В общем, девочки, знаете, вот все равно, у меня такое чувство, что здесь маршруты рассчитаны, чтобы обязательно каждый человек... Ой, 13 тысяч шагов в день прошел. Мы когда там в кафе присели, я спросила, сколько же мы сегодня находили. Майя говорит, ну тыфиг, говорит, шесть с чем-то. Я говорю, ну подожди, я пошутила, говорю, мы еще догоним. Ну точно, автобус сбросили внизу, пещера наверху. Тут, говорит, идти минут десять. Мы уже, говорит, не в гору нет, говорит, прямо. Ну, в общем, это прямо выглядит так, но это правда прямо. Это все-таки, это все-таки почти, да, это все-таки не в гору. А мы уже, нам хорошо, мы уже себя легко несем. Да, Майечка? Конечно. Мы дошли до первой смотровой площадки, но здесь красиво. Гидроэлектростанция. Где наш экскурсовод? Почему он нам ничего не рассказывает? Потому что мы ушли вперед. Зря мы это сделали. Смотрите, какая красота. Еще не были, только идем. А вы были? Нет, в машине. В общем, как всегда, вот не надо уходить от экскурсовода. Она со всех деньги соврала и побежала билеты покупать. Прям побежала. Мы ее догнать не смогли. Вот идем в кассу. Ой, за билетами. Давайте сделаем буквально двухминутный перерывчик. Девочки, мальчики, на YouTube я давно, уже скоро 10 лет. Я снимала много о чем. В данный момент я уже второй год езжу по нашей стране. Мне это очень нравится. Это уже шестое видео о нашей поездке в Дагестан. Средства для своих путешествий я добываю, продавая вот такие пуховые вещи. Мы живем в Волгоградской области. У меня свои собственные пуховые козы. Урюпинский волгоградский пух. Урюпинские волгоградские пуховые платки. Если что, Урюпинск это населенный пункт Волгоградской области. Мы вяжем сами. Вяжут мои подруги. И вот эти вещи, которые вы сейчас можете видеть, я отправляю по интернету после оплаты по любому адресу, который укажет мне покупатель. У нас есть платки, косынки, пуховая одежда. Связаны на нитку, без нитки. Ну то есть вещи совершенно разные, различные. Пуховая пряжа, платки пушеные, не пушеные. Цены разные, бюджетные. Есть эксклюзивные вещи. И именно реализую вот эти все вещи, которые мы делаем своими ручками, я и мои знакомые, есть мои подруги, есть те вещи, которые мы специально покупаем для того, чтобы предложить вам. Реализую все это по интернету, я добываю себе средства для вот таких путешествий, которые вы смотрите. Я вам предлагаю заказать себе пуховый платочек на зиму, очень хороший, теплый, либо пуховую косынку, либо что-то еще. Смотря мои видео по пуховым платкам и косынкам, вы приобщаетесь к нашему народному ремеслу, узнаете много интересного. В общем-то, сейчас давайте опять смотреть про Дагестан, про это ущелье, там очень красиво, очень. Я когда монтировала видео, поняла, что, вы знаете, я глазела по сторонам, но я много чего не сняла. Мне хотелось бы вернуться туда еще раз. А пока телефон для заказа вот этих всех пуховых вещей вы можете увидеть в названии видео. И продолжим просмотр моего путешествия. Вот вам такое небольшое, буквально двухминутное представление обо мне. Что же касается Дагестана, я от своей поездки получила много полезного. Во-первых, я не ожидала, что Дагестан такой. Мне почему-то казалось, что Дагестан – это такое теплое место, где много зелени, где зеленые горы, плодородная земля. Не знаю почему. Ну вот, может быть, нас возили по таким безлесым горам. В общем, друзья, я изменила свое представление об этой республике. Мне, конечно, очень понравилось. Но еще раз повторяю, что я не ожидала увидеть Дагестан именно таким, каким он оказался. Глава большая. Она на меня не лезет. Я догадалась. Вот тут есть такая шайба. Вот ее крутишь, да, и все. Вы на меня не смотрите, что такая красная? Попробуйте походить. Жарко вообще-то. Мы еще экскурсовод догоняли. А, точно. Вот из прилегания. А ты что задом надела? Ты как каску надела. А, правильно. Ну, козырек спереди. Дай я тебе подкручу. Да куда ж ты мозги-то мне затягиваешь? Ну, вдруг ты не крутила. Я крутила. У тебя этого так и нету, да? Кого? Ремешка. Какого ремешка? Это у меня нету. От ворота. А может, я его просто это? Нет, это у него нету. Ну, я как всегда что-нибудь... Ветром. Ой, да ну вас. Не пойду никуда. Не пойду никуда. Ёханая баба. В общем, я еще и каска какая-то бракованная досталась. У меня этого нет. Это вот они говорят прямо надо идти. Здесь прямо не бывает. Здесь все время только вверх. Вверх, вверх, вверх. А вот теперь немножко вниз. Ой, цвет у воды вообще. Особенно. С этой стороны тоже красиво. Эва, идите сфотографируйтесь. Это вот прямо. Прямо. Говорит, пойдете прямо. Девочки, прямо это вот по этим лестницам. Настя, делась в море. Красота. Здесь правда очень красиво. А народу сколько, смотрите. До моря сказали всего 400 метров. Мне уже давно на 12. С этой стороны тоже красиво. Видите, какие скалы. Вблизи видим первый раз. Майя, ну пошли уже. Иду, иду. Ну, ты меня снимешь. Хорошо. Все, снимаешь? Да. Я должна быть... Сейчас старый, когда снимали. А то, что ты понимаешь. Сможешь? На, на, на. Майя, Майя, не простаивай. Вот, телефон уже снимает. Снимай меня. Красота неописуемая получилась. Вот, сними, как мы... Откуда мы поднялись? Спуститесь. Это сложно передать словами. Это просто вверх. А вот оттуда мы спускаемся. По лестнице. Нет, наверное, я в другую сторону сделала. Вон там плотина. Вот тут ущелье. Вон там дороги. Мосты. Металлические, подвесные. На железные. Если сюда идти. Сказала, для железной лестницы не ходите. Там дверь доска сгнила, и бамки болтают. Здравствуйте. Вон все на железной стоят. А куда идти-то? Тут что-то... А, тут нет прохода. Ой. Ну, не хватает. Слушай, никого нет сейчас. Не хватало, чтобы убить. Ну, вон люди садят. Ну, в общем, пещера, это просто как ход какой-то. В пещере нажирать будет. Типа как в Пятигорске, только большая. В Пятигорске прямая, понятно. Ну, и здесь понятно. Ничего такого. Ой. Ну, это, наверное, не пещера, это просто тоннель. А вон наши все стоят. Ой. Туда, наверное, веревочно лезет. Напомню, если хотят. Вот красиво. Ой, какая вода синяя. А туда как попасть? Вот под нами веревочная лестница. Ой, мам, дорогая. Ой, мама. Обалдеть. Как я не страшна. Киевцы объявляют не больше 20 человек. Ну, видишь, ничего не объявляет. Значит, нас с тобой выдержат. Да, видишь. Пойдем. Вообще страшно. Да, идите, я вас догоню. Наверное. Пошли. А на самолетах ты летаешь, не боишься? На самолетах не боюсь. Ага. Там все рассчитано. Там больше количества не возьмет самолет. По-любому. А здесь я не знаю, сколько. Майя. Какую. Маску выдержит. Было сколько уже. Майя. Не бубни. Мы пойдем последние. Вот как никого не будет. Мы приехали. Так никого и нет за нами. Мы последние. Пойдем. Нет там никого. Вот это заходы там. Там какие-то камеры, чтобы сниматься будешь. Да. А зачем я туда лезу? Как ты думаешь? Майя. Майя, мне тоже страшно. Да хватит-то. Ну, пускай пройдут. Перестань. Свои комплексы надо подавлять. Говорю, подавлять надо комплексы свои. Он так трясется. Вау. А вы представляете, по стеклянному китайскому мосту идти. А вы думаете, я не боюсь? Не боюсь. Ё-моё. А чё он так раскачивается? Мне не охота снимать ничего, честно говоря. Мам, дорогая. Он прям трясется. Майя там вообще заустряла за мной. Ой. Мам, дорогая. Майя, не ори. И так страшно. Ещё ты кричишь. Тихо. Вы что хотите, чтобы у бабушки сердце разорвалось? Ой. Блин, да не раскачивайте вы его. Ё-моё. Не надо смотреть вниз. Вон люди летают и ничего. На руку. Майя, замолчи. Тут и так страшно. Ещё ты орёшь. Вы слышите, что наградите? Я, говорит, это сделала. Какая я дура. Пришлось идти. Нет, нет. Ой, мой. Это кошмар. Ой, блин, как страшно. Ну, пошли отсюда. О, блин. Я это сделала, какая я дура. Мать моя, мама дорогая. Вон там верёвочный по плашкам. Представляете? Сейчас покажи. Вон там сейчас я вам приближу. Видели? Вон плашки. А люди по полу страшно шли. Да. Потому что умные сходят вон по той лестнице. Ну, давай, раз. Пришли-пошли. Куда туда? Куда туда? Вон люди ходят. Потом вернёмся. Пойдём. Они просто сюда не пришли. Ну да, ну потому что они боятся по этой лестнице. Они сюда не пришли, наверное. Они сюда не пришли. Месли вон. Вон там. Вон там. Это бедрёзаца. Да, бедрится. А, да, да. Сейчас готов. Пойдём. А где-то не пришли. она еще в этом в своем хиджабе лезет туда обалдеть это не про это она вниз и стоит смотрят они там вымазать куда-то с пещерой куда чтобы попасть на такую дорожку канатную они вот эти вот люди но наверно все-таки со страховкой туда карабкаются я очень сильно приблизила в 12 раз со страховкой они майн здесь кафе так коктейли молочные лимонад 250 рублей коктейли 250 молочный холодный кофе айс кофе такая что ну а ты бы если по ним не пройдешь ты отсюда не выйдешь пошли давай чуть стал идем если мы потому прошли то уж поэтому в общем они оба девочки качаются и тот и этот не в общем то я не знаю какой хуже или лучше вам дорогая дорогая мама вот блин он прямо знаете под ногами прямо играет прямо так вот вот так но мы все равно идем вот по тому мостику мы проходили пошли что ли ну как в общем завершение экскурсии нам и вообще дня вернее ну до трех дней в дагестане мне очень понравилось вот это вот такая точка хорошая я иду у меня вот так 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 красиво здесь не знаю вообще никуда не пошла так что за нее не переживать нам осталось подняться вон туда посчитать шаги сколько уже вот сколько в кафе мы сидели было шесть с чем-то 8 3 сешь говорю пока 13000 нас не нагоняет никто нас не отпустит вот так сейчас зайдем в бусс ага а 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 это вон туда чтоли надо два раза выше а экскурсионный тур подошел к концу вот там тарахтит сзади наш автобус который сейчас совершит дерзкий бросок по маршруту Сулакский каньон, Волгоград Рано утром мы должны быть в Волгограде Мы поехали Вам всем желаю приятного просмотра Что сказать, Дагестан мне понравился Мы к вам приедем еще Девочки и мальчики Мы прекрасно доехали до Волгограда В 6 часов утра Я уже вышла из автобуса То есть прибыли мы в 5 часов утра В 7.20 я уже села на маршрутку И доехала до своего хутора А я живу 76 километров от Волгограда И в общем-то сейчас я занимаюсь своими делами А именно приду пух на большой-большой Пуховый плед Затем я буду вязать платки Тоже пуховые Вот такие манишки мы изготавливаем Вот такие шапочки Это все мелочевка, носочки, гольфы Через месяц у меня запланирована поездка Круиз на теплоходе Мы поплывем из Волгограда до Перми Из Перми на поезде я поеду в Екатеринбург Затем буду возвращаться два дня По нашей огромной прекрасной стране Назад в Волгоград И в конце лета мы собираемся с подругой в Крым Так что вас еще ожидают такие интересные видео О наших путешествиях Девочки, не сидите дома Во сколько обошлось мне поездка Я вам расскажу чуть позже У меня есть материалы, которые также не вошли в видео Это, в общем-то, рассказы экскурсовода Дело в том, что мы ездили на автобусе Девочки, у нас была группа Автобус вмещает 50 человек У меня были одни из первых мест Но стекла в автобусе были затемненные Снимать, конечно, не очень удобно И что смогла, я сняла И, в общем-то, для того, чтобы не удлинять сильно видео Рассказы экскурсовода Такие куски рассказов Я в это видео не включила Но я обязательно их выпущу Кто не видел всех остальных моих видео Я хочу сказать, что мы были на водопадах Мы жили в Дербенте и были на море Нам все очень понравилось Мы были на рынке в Дербенте Зайдите в комментарии и посмотрите Пройдите по ссылочкам Вы увидите там ссылочка на мои видео о путешествиях И на мои видео на обзоры вот этих пуховых изделий Которые мы изготавливаем Вот видите, я тут примеряю манишки, шапки Вот эти шапки стоят 2,5-3 тысячи Манишка 2,5 Гольфы, которые висят сзади от меня От 1600 до 2000 Посмотрите, вот там слева от меня висят свитера пуховые Это у нас по 8 тысяч Косыночка, которая стоит в левом углу Они стоят... Девочки, косынки разные есть От 2000 и заканчивая 7 тысячами Вот это я примеряю шапку из махера Смотрите, какая она красивая И мне очень идет Так что вот, пройдите по ссылочкам Которые будут закреплены в первом комментарии Пишите, понравилось ли вам видео И всем пока-пока Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся Тем более, что про Дагестан Я еще не все рассказала И ждите от меня видео, во сколько обошлась мне поездка Но я вам хочу сказать сразу, что это не очень дорого Среднюю Вот, и она на манер бине Вот так, видите, она еще сыроватая И, в общем-то, не распушилась Вообще нисколечко Вот так можно Она такая До 58 размера У меня 59, но она прям на мне туго Не скажу, что мала Она не давит Вот такая двойная Она вообще очень плотная Девчонки, плотная-плотная Здесь, ну, в общем-то, плотность Чересчур даже, можно сказать Я ее еле-еле провязала Я думала, что она по плотности будет вот как эта Рядом, рядом вот с этими шапками Но потом уже была полуплотность Позже Это поздно менять В общем, вот Видите, вот она Вот так пушится Девчонки, вот Эта шапочка Тоже они все двойные Вот так сделаны В общем Пух Бобина стоит 2800 за 400 грамм Напряден на тонкую двадцатку Я не люблю пряжу на пятерку Там пуха вообще практически нет Вот здесь Вот Я прошу, чтобы мне спрягли на тоненькую нитку Вот так, смотрите Очень теплая, девчонки, шапка Здесь, считай, 4 отворота Вот такая И вот шапочка с люрексом Шов не найдешь, не знаю где Вот она Как бы так, повыше Ну, кто что любит Вот видите Вот так И здесь шерсть с таким С переходами Черно-серой То есть она вот как бы Не однотонная А с такими Разными всякими Переходиками К этим шапочкам А может не к этим шапочкам Есть вот такие Тонкие Изящные манишки Стоят такие манишки 1600 Вот видите Белые Они такие Ну вот Вот так Вот видите Пуховые Такие нежненькие Тоненькие Хорошо сделанные Девочки И вот такая голубая Это я Красила Самолично Вот Хорошо получилось Мне нравится Интересный Такой цвет У нее Вышел Вот То есть вы можете Белую Можете голубую Но вы знаете Пух Красится лучше Чем основа И в общем-то Здесь вот основа Белая Проглядывает Пух Покрасился Она такая Как бы знаете Видите Имейте ввиду Что у нее Такой голубой Налет Она белая С голубым Налетом Выходит Девочки Есть вот такая Шапка Смотрите 4 500 И вот такие Варежки К ней Но к ней Не к ней Как бы немножко По-другому Они выглядят Но пушистые Такие варежки Стоят 2 пушистые Все остальные Варежки Которые вы можете Видеть Вот здесь Стоят 1000 рублей Девочки Ну то есть Любые Вот которые Вы здесь видите По 1000 рублей Митинги 2 500 Вот такие Носочки Стоят Полторы Тысячи Это хорошие Носки Девочки Вот такие Пушистые Лохматые Носки Стоят 2 Девчонки Вот такие Гольфы Смотрите Вот Гольфы Видите Разного цвета Серые Голубенькие Стоят Тоже 2000 Детские И подростковые Носки Вот такие По 600 Рублей Вот есть Вот такие Тоже Размер Ну я думаю 35 Вот Смотрите 600 Вот Девчонки Продолжаем Дальше Это мои Перчатки Лежали Среди Варежек Просто Повесила Я вязала Чтобы показать Как распушился Вот такие Варежки Есть по 1000 Есть по 1000 Рублей Вот Девчонки Перчатки Вот такие Вот Видите Ну я не знаю 700 Рублей Вот такие Варежки 1000 Такие 1000 Такие 1000 Перчатки 700 Дальше Девчонки Почему 700 Но они все Так сделаны Нету других Не делают Вот Рисунки Конечно Везде Красивые Все В общем Смотрите Сами Нравится Берите Они одни Остались Такой Больше Покупать Не буду Не хочу Так Девчонки Вот смотрите Вот это Манишка Который Я говорила Полторы тысячи Повязка Две Вот такие Шапки Это На женщину Налезает На меня Налезают Стоят Они 3000 Вот видите Девочки Ну вообще Вот эти Шапки Конечно Они очень Теплые Прикольные Видите Можно вот так Кстати Есть мужские Ушанки По 3500 Не такие Лохматые Но распушенные Толстые Толстые Вот смотрите Вот так Шапочка Есть Есть Вот такая Ну в общем Вы смотрите Вот она Мне маловато До 57 Размера Видите Такая Шапочка Стоит 3000 2500 В общем В зависимости От размера Пишите Девчонки Вот такая Белая Ушаночка Вот 2500 Можно вот здесь Вот Можно вот так Можно вот так Ну в общем Как хотите По всякому Можно В шапке На колене Девчонки Полторы тысячи Вот смотрите Два их Конечно Вот раз Два Видите Коленки Гриньте Кому Девочки Вот такой Новенький Свитер Есть В продаже Стоит 7000 Вот такой Пуховый Со снежинками Спереди Сзади Вот такие Ну в общем То вот Девочки По мелочи Все остальное Потом Вот смотрите Видите Я вам шапочку надела Дождик начинается Поэтому Остальной обзор Будет чуть позже Все Пока Пока Заказывайте Звоните Номер телефона Увидите В описании Девочки Ну дождь еще не начался Смотрите Какие косыночки Распродажа Такая косынеха Стоит 4000 Смотрите Вот Девчонки Это вообще Недорого Я вам сейчас Еще лучше Покажу В смысле Больше Это тоже Очень красивая Косынка Вот видите Зимой Такие Стоили 6 Можете Куда Хотите Так Как хотите Девчонки Хочу вам показать Платок Помните Это последний Остался По 8000 Они были Деревенские Я его чуть-чуть Распушила Чтобы Показать Что из него Выйдет Ну то есть Их было Наверное Штуки 4 В таких Коричневых тонах Это платки По 8000 Вот видите Вот так он У вас Будет выглядеть Хороший платок Последний 8000 Деревенский Забирайте До 130 У него Размер Девчонки Вот еще Одна Косынка Смотрите Вот Тоже Сегодня Все По 4 Распродаж Таких Больше Не будет Я их Оставлю До зимы Сложу И пусть Лежат Девчонки Смотрите Огромная Просто Огромнейшая Косынка Шаль Ну вот смотрите Размер ее 120 120 Вот так Сверху вниз И больше 2 метров Наверное Вот По длинной Стороне И стоит Такое чудо Всего-навсего 6000 Девчонки Она мягкая Вообще Не колется Вот вообще Это вот Пух Как раз Персюк Персюк Девочки Это Годовалый Ну годовалый Полуторагодовалый Первый Второй Пух Короче На козе Вот такая Она мягкая Можно Сомотаться Слушайте За такую Цену В общем Она одна Вот такая Огромная Одна И вот еще То же самое Но чуть-чуть Поменьше Вот видите Тоже 6 Девочки Это недорого Что та Что эта Вот видите Немножко Немножко Сейчас делаю Плечевые Скосы Убавляем Петли А вырез Спереди Будем Вырезать Вот видите Бывает Так Пух Цепляется Нитка Естественно У меня Эксклюзив Делала я Сама Очень долго Делается Эта нитка Поэтому Я конечно Взялась За эту Манишку Но Все Больше не хочу Очень много Времени Вязать Не так Долго Но нитку Делать Это конечно Жесть Оно того Не стоит Поэтому Связать Как говорится Знать На машине Можно Из любых Ниток Это будет Не так Долго А вот Сделать Нормальную Нитку Это конечно Да Руки У меня в масле Как вы можете Видеть Так Ну вот Как-то так Манишку Сейчас покажу Что должно Получиться Здесь еще Горловину Надо вязать А у меня Опять Нитка Закончилась Так вот И взять Такую Негде Ну вот Смотри Получилась Вот эту деталь Только что Я связала Это у нас Будет Перед Вот такой Вот здесь Зад Висит Вообще Чтобы прясть Так как я делаю Вот эту нитку На шерсть То есть Понимаете Здесь получается Пух Очень хороший Напряден На шерсть И смотан Еще с одной Шерстяной ниткой Видите Достаточно Тонко Без Вот этой Вот скрутки В другую сторону Полотно Косит Потому что Шерсть Очень нежная Это тебе Не такая Не грубая Основа На которую Все делают Почему Потому что Достаточно Один раз Пух на прясть И она держится Ну то есть Вот она Двадцатка Я вчера купила Вот видите Вот на нее придутся Она Очень такая Как вам сказать Форму она держит Она плотная Ее фиг порвешь Это вот так Называемый хлопок На самом деле Это конечно Акрил с хлопком Это 100% Все делают Все вот это Белое ажурное Связано именно На нее Все считают Что это хлопок На самом деле Нет конечно Я спрашивала У продавцов Ну в общем Там некоторые эксперименты Проводила Не в этом дело Когда вот на такую нитку Придешь Пух Его не надо В обратную сторону Рассучивать Потому что Еще раз говорю Она Достаточно плотная И держит форму Полотно не косит Когда ты имеешь Дело с шерстью Вот с такой Например Шерсть сама по себе Очень нежная Понимаете Вот она нежная Вот И она форму не держит И обязательно Надо будет Рассучить Все это дело В другую сторону Чтобы не косило Полотно При перекруте Полотно Кассита Вот кто умеет Вязать Тот поймет О чем я говорю А это Девочки Дополнительная Операция Понимаете Вот Но зато Зато Здесь конечно Это будет Полностью Натуральное Потому что Это шерсть Она как говорится В Африке Шерсть Мягкая Натуральная Натуральная Это плывущее Такое полотно Вот с этим Нет С этим Такого не добьешься Но Все Все поголовно Связано Во всяком случае В наших местах Вот на эту нить Она бывает потолще Бывает потоньше Бывает в несколько Сложений Бывает в 3 Бывает даже в 5 Сложений Вот это вот Делают Бывает толстая Совсем на носки Девочки Заказать это все Вы можете Написав на Ватсап Номер телефона Смотрите В названии Видео Кстати Пожалуйста Отзовитесь Кто купил Вот этот платок Потеряла адрес Вот тот Такой ажурный Был только что Все это связано Из нашего местного Пуха Козы у меня Свои Кроме того Пух я еще Покупаю Вот посмотрите И одежда И платки И все такое Красивое Вот эти козы Которые я Выщипывала Недавно шеи Сейчас они у нас В стаде За это Я за все плачу Летом и осенью Они будут ходить там Ну летом Посмотрим Как-нибудь подъедем К стадо Стадо здесь недалеко На моих коз Можно посмотреть Кстати говоря Скоро я поеду В круиз в июне месяце А в конце апреля Вот уже через 10 дней Мы поедем С подружкой в Дагестан Так что приходите Смотреть На всякие красоты Ну и всем пока Заказывайте платочки